итак в эфире и тон тв программа тема дня продолжаем беседовать на разные темы ну вот последних двух-трех суток с нами сейчас на линии я хочу поприветствовать редактора сайта курсор инфо макса лурье макс добрый день день добрый вчера если я ошибаюсь была появилась информация на таком новостном сайте который очень часто выдает различные скупы сайт называется news one его редактор я в ицхак там появилась такая информация о том что полиция подозревает нашу первую супружескую пару сару бениамин натаньягу я так понимаю обоих в том что они все-таки скрывали подарки которые дарили бениамин натаньягу как премьер-министру не скрывали а даже и скрывает и сейчас причем прятали о них в подвале известного миллиардера имя миллиардера не указывается в этой информации нам предлагается догадываться о том кто этот миллиардер но давайте мы макс я предлагаю поговорить не о миллиардере а об очередном об очередной попытки наверное раздуть скандал связанной с семьей натаньягу вы прослеживаете здесь какой-то злой умысел или просто вот у этой первой пары так много так сказать темных сторон что там расследую расследую скажем так как ваше мнение ну история надо прямо сказать не новое и все что касается подарков супружеской парни это не вода а скорее подарков которые получает глава правительства от различных зарубежных ходоков там делегации так далее которые по закону должны сдаваться если они там превышает вам 300 шек или что такое стоимость это они должны сдаваться государству так вот в прессе появляются вот такие вот сливы о том что саран пониал прежде всего присваивает эти подарки уже достаточно долго вот если мне не изменяет память 100 впервые это эта история всплыла в прессе в 1999 году на волне так называемого скандала о меди то есть того человека который занимал пост завхозов семья нитания у и который самым удивительным образом вдруг обнаружил склад вот этих вот не сданных подарков очень примечательно в том что 1999 год совпал с возвращением нитания в влекут и меня с его так сказать последующим вот там вхождением на пост премьер-министра восхождением я бы так сказал а именно вот именно эти публикации начались перед праймерис в ликуде когда нитания вот заявил о своих правах на возвращении после этого 2004 году опять же совершенно случайно совпавшим с выборами в израиле и праймерис в ликуде эта история получила сказать вот такой камбек то есть второе второе дыхание и не то него опять начали обвинять и сару это не а естественно в том что они укрывают подарки теперь вот история опять возвращается свое известное русло с подачи скажем я войска кайт но это неважно потому что судя по всему история будет подхвачена может быть не сейчас может чуть позже когда приблизиться скажем досрочные выборы там или праймерис в ликуде в общем попкорном надо запасаться и ждать развитие вот этой истории макс ну если я правильно понял параллель которую вы проводите все это попытки помешать натаньягу на очередных выборах праймерис и так далее то есть это параллельно приходит как только ну нельзя отрицать то одного факта что буквально за день до этого появились разговоры о том что хотят перенести на более ранний срок праймерис в ликуде хотя лидеры ликуда отрицает это и буквально на следующий день появился эта информация и овец хака то есть вы вы видите здесь какую-то связь и я вижу в общем-то достаточно прямую связь между двумя этими событиями потому что как правило скандалы вот такого рода возникает именно в канун каких-то предвыборных подвижек в израиле скажем для параллели что для для примеров достаточно вспомнить вот идущие параллельно дело сельвана шалома которому который мы вдруг вспомнили не сексуальный скандал который впервые вспыхнул после того как он выдвинул свою кандидатуру на пост президента израиля то есть чуть более года назад а теперь вернулся вот опять же преддверии выборов которые намечаются в ликуде что касается не таниил то по моему по моему не было еще не выбранной кампании под которой мы что-нибудь не вспоминали о саре то были летающие тапочки то были разборки с домохозяйкой вот сейчас было правда не очень сильно просвучавшая история с собакой биби и вот теперь вытаскивается известный козырь с подарками тут непонятно вот нечто если на самом деле обнаружены подарки скрытые в доме как некого миллиардера имя которого в общем то не называется и даже не намекается кто это может быть то почему это стало известно прессе а не стало известно скажем полиции и почему полиция которая обязана было бы расследовать потому что это речь то идет в общем-то об утаивании государственного имущества то есть принадлежащих государству вещей подарков почему полиция не дала законный ход скажем вот этому дело и почему необходимо сводить счеты с читой нетаньяву как собственно не только с ним через прессу в этом плане еще мне бы хотелось припомнить вот такой взаимосвязь дел предвыборных компаний и дел Виктора Либермана который 16 лет получал каждый раз перед началом выборов так что система отработана система скажем хорошо опробирована и работает и запускается в очередной пробный шар как мне кажется а с другой стороны макс вы считаете что на тех кто будет определять судьбу будущего лидера ликуда вот эта информация может повлиять на их как-то решение по-моему это никогда не мешал антониагу избираться на пост председателя ликуды никакие скандалы связанные там с Сарой или даже с ними обоими наоборот мне кажется что это еще только усилит его популярность потому что лозунг наших бьют он всегда как-то подразумевает какую-то обратную реакцию в связи с тем что избиратели никуда традиционно недолюбливают вот скажем левый истеблишмент и в том числе прессу которая ассоциируется с него лагерем то это будет явно воспринято как очередная попытка наезда на главу правительства и его семью на самом деле ситуация-то очень-то в общем нехорошая потому что когда политические счеты начинают сводить вот судом домохозяек а не по приговору суда скажем тот который обязан выносить решение по таким вопросам то это уже совсем не имеет никакого отношения ни к демократии ни к ненормальному функционированию государства понятно но и с другой стороны я так понял если я понял правильно вашу мысль что здесь то что называется вот на иврите афух аль афух то есть эту информацию опять против семьи Натаньягу выпустили в эфир наверное на обнародовали для того чтобы укрепить позиции Натаньягу в Ликуде так получается потому что его сторонники уже привыкли к этим нападкам и они как говорится еще больше сплотятся вокруг своего лидера ну такая версия вполне возможно потому что я не знаю насколько так сказать глубоко прорабатывался если бы это например запустить такую информацию скажем в Исраиль айон то это было бы гораздо понятно я не знаю там какие взаимоотношения у Иова Ицхака с читой Натаньягу думаю что не самые теплые но кто его знает в нашей политике все так перевернуто все так сложно что любые вот такие вот движения такие вот многоходовки вполне можно допустить и как я понимаю Саре Натаньягу покой будет только сниться в ближайшее время потому что вот вы не зря начали с 99 года эту историю с подарками было много еще разных историй была история с мороженым фисташковым была история с пустыми бутылками сейчас идет процесс по поводу Мэни Нафтали и его иска к Саре Натаньягу и он еще не закончился насколько я знаю и судя по всему когда он закончится будет вот уже новая история первые отголоски которые мы вот услышали буквально вчера в информации Ицхака ну на самом деле плохо в том что предвыборная кампания которая еще не началась а ей уже тон задают не политические какие-то дебаты не дебаты вокруг экономики а вот такие вот грязные сплетни и сливы и все это просто придает такой вот желтый и неприятный оттенок функционирование нашей политики и я думаю если вот убрать вот все это чушь с общеизраильской повестки дня было бы гораздо лучше потому что так получается что у нас вот достаточно серьезные вопросы они как-то уходят в тень всякой вот желтизны типа неуплаты налогов ведущей манекенщицы сексуальным скандалом вокруг Сильвана Шалома там до этого был еще один сексуальный скандал вот это вот вся чухня вот эта вся желтизна начинает вдруг диктовать общеизраильскую повестку дня вместо того чтобы заниматься действительно важными вопросами а как бы вся весь израиль переключается вот на обсуждение подарков которые якобы присвоила читание то нет с другой стороны может быть мы возвращаемся к традиционной повестке дня по моему впечатлению вот эта волна террора во всяком случае последние дни немножечко стихает но так и мы и начали обсуждать сексуальные скандалы не выплаты налогов там постельные какие-то дела всегда так было мне кажется дело в том что вот скажем такая резонансная новость как ликвидация кунтара которая совпала с тем же в тот же день с ликвидацией ну в другом конечно в контексте Сильвана Шалома все-таки Шалом победил тот мир как бы Шалом Ахшавство тут произошло потому что все равно вот это вот она более склоняема в публике она более как бы понятна что ли для обывателя нежели все остальное а террор да террор это уже как бы рутина с ним уже как бы и бороться мы его заболтали ну что ж Макс если я правильно понял вашу главную мысль в нашем диалоге обращение ко всем нашим телезрителям господа не отвлекаемся ли мы на второстепенное забывая о главном после вот этих всех мелких скандалов которые может быть и яйца выйденного не стоят макс лурия редактор сайта курсор инфо макс спасибо за этот разговор спасибо и вам всего доброго